Западные санкции повлияли не только на пассажирские, но и на грузовые авиаперевозки. Но для российских предприятий это шанс расширить присутствие в своей нише и расширить производство. Так на Авиастаре увеличат серийный выпуск самолетов Ил-76МД-90А. Об этом договорились заместитель председателя правительства России Юрий Борисов с руководством региона и завода. Гость осмотрел производство и заверил, сокращений на заводе не будет, а будущее Авиастара Борисов видит прозрачным и прогнозируемым. Завод специализируется на выпуске сегодня как никогда востребованных тяжелых военно-транспортных самолетов. Это и ремонт, модернизация Ансу-24 и 76-й модернизированная машина. Машина чисто отечественная, практически независим от импортных поставок. Машина востребована, поэтому выход на максимальные производственные возможности – это, по сути дела, залог успеха. Выпускать планируют до 18 самолетов в год. Ил-76МД-90А способен убрать большую массу груза для перевозки и десантирования. Модернизированная версия имеет малошумные двигатели, а современная, так называемая, стеклянная кабина позволяет упростить работу экипажа при выполнении поставленных стратегических задач. Губернатор Алексей Русских и глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь подписали программу содействия развития организации ОАК. Соглашение, направленное на создание комфортных условий для кадров. Те амбициозные планы, которые у завода есть с наращиванием серийного производства СМ-6, которые так нужны сейчас в стране, мы не решим, конечно, без помощи в наших социальных корпорациях. В первую очередь, это главный сейчас фактор успеха для нас – это набор квалифицированного персонала. Нам необходимо набрать от полутора, я считаю, до двух тысяч человек. Для них нужно создать хорошие, комфортные жизненные условия, прежде всего жилье, удобная транспортная инфраструктура. Необходимо их обучить. В этом соглашении также эти пункты прописаны. Готовить кадров будут на базе Межрегионального центра компетенции, который работает в авиационном колледже. Также в правительстве готовится программа по приобретению работниками авиастара жилья в новом городе. Корпорация со своей стороны обеспечит стабильную загрузку предприятия заказами, розарботной платы, соцгарантии и льготы. Анна Тищенко, Улправда ТВ.